Нелегко приходится жителям многоквартирных домов, которые расположены в селе Натальино. Управляющей компанией, которая помогала бы с содержанием общедомового имущества, у них нет. Много лет мы платили техобслуживание нашей администрации, но нам не делали ни ремонты подъездов, ни ремонты цоколей дома. Ну, в общем, ремонтов никаких не производилось. Потом жители очень много возмущались и всё-таки отстояли точку зрения, что мы отказались от техобслуживания. И теперь жильцы дома сами следят за общедомовым имуществом. Красят подъезды, проводят субботники, вворачивают лампочки на площадках. Когда их дом администрация села решила перевести на индивидуальное отопление, люди сами устанавливали оборудование. Причём даже в муниципальных квартирах, где делать это должны за счёт муниципалитета. Квартира муниципальная. Ну, проводили отопление пять лет назад. За все услуги я также платила. За газовую колонку, за установку, за всё, за всё. Это вышло больше 40 тысяч. Со всеми проблемами жильцы сельского многоквартирного дома справляются сами. Но одну задачу решить они не могут. Когда мы только въехали в эту квартиру, на крыше, да, как бы была там лопина, там, не знаю, там что-то там случилось. И у нас, то есть, протекает со второго этажа, протекает по первую площадку. То есть, стена моей квартиры, она весной и осенью постоянно мокрая. У нас также вот пробивает током, как бы, вот эту стену, потому что там тоже так же прокладывается электричество, там идут какие-то розетки, да. То есть, меня вот это очень не устраивает. И, то есть, любые обращения, да, в администрацию вообще никак не действуют. Я сама на втором этаже живу. У нас почти во всех комнатах текут потолки. В подъезде вообще ужасное состояние. Эти рухнули стояки, вот как вы можете посмотреть, у нас на доме все порушилось. Люди даже не могут, вот газовым оборудованием некоторые пользуются. У некоторых выведено прямо на улицу, а у некоторых вот в эти дымоходы. То есть, дымоходы рухнули, и той гляди, дом может взорваться. Я писала письмо на сайт президента в 2014 году о состоянии наших крыш. И мне был дан ответ, что, значит, в 2017 году мы должны были попасть, именно наш дом должен был попасть в программу капремонта. То есть, нам в 2017 году должны были перекрыть крыши. Жильцы дома уже устали обивать пороги администрации, как сельской, так и районной. Когда сменились главы Наталинского муниципального образования и Балаковского района, люди пошли, как говорится, по второму кругу. Двигов у нас никаких так и не происходит. Сейчас, в данный момент, когда я обратилась в капремонт, мне сказали, что мы должны узнать на балансе, у кого находятся наши дома. Придя в нашу администрацию, мы не получили разумительного ответа. То есть, они нам говорят, якобы, они не в курсе, на чем балансе стоят наши дома. Едьте в город. В город мы написали письмо. Там нам тоже пока вразумительного ответа никто не дал. Вот сейчас, на данный момент, ждем письмо от Соловьева. Но наличие или отсутствие управляющей компании никак не влияют на проведение ремонта крыши за счет средств фонда капремонта. Вот и письмо от руководства фонда гласит. Работы будут проводиться в 2017 году. Согласно смете, на них предусмотрено 1 миллион 17 тысяч рублей. Но прошло два года, никаких работ по ремонту кровли не было и нет. И крыша разрушается все больше. Кстати, только один двухэтажный дом в Натальино с новенькой крышей. Это здание администрации.